Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Итак, мы говорим о смелости. Потому что реакцией людей веры должна быть смелость. Вера не заменит смелости. Когда мы питаемся Словом Божьим, когда мы знаем, что Бог нам сказал, наше дело быть смелыми. Быть смелыми – не Божья часть, это наша часть. И зная, что Бог говорит, нам нужно смело браться за то, что Бог сказал сделать. Потому что плоть захочет отпрянуть, отступить назад и просто ждать, чтобы все встало на свои места. Но иногда нужно первыми сделать шаг и сказать всему встать на место. И если у вас нет смелости, чтобы сделать то, что Бог вложил в ваше сердце, и то, во что вы даже, возможно, верите, это не исполнится, пока вы не начнете смело действовать согласно той вере, что у вас внутри. Я хочу вернуться к первой главе Иисуса Навина. Моисей ушел к Господу. Иисус Навин вступил в роль лидера Божьего народа. И Бог сказал Иисусу Навину в первой главе седьмом стихе «Только будь тверд и очень мужествен». Если бы все зависело исключительно от Бога, зачем бы Иисусу Навину нужно было быть твердым и мужественным? Не все зависит от Бога. Храбрость и смелость требуются с нашей стороны, чтобы, когда Бог говорит нам, мы бы смело действовали согласно Его словам. И тогда мы продолжим двигаться вперед, когда обстоятельства попытаются оттолкнуть нас назад. Бог сказал ему, «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Смелость сохранит вас от того, чтобы отступить назад, когда на вас давят обстоятельства. Смелость сохранит вас от того, чтобы, взглянув на обстоятельства, убежать, поджав хвост, убежать куда подальше. Потому что, когда Бог говорит вам, начать бизнес, купить дом, начать служение, что бы Бог ни говорил вам сделать, вам придется столкнуться с обстоятельствами, с противостоянием. И это противостояние попытается заставить вас свернуть с пути. И именно об этом Бог говорил Иисусу Навину, «Не уклоняйся ни направо, ни налево». И заметьте, что Он говорит дальше, «Чтобы ты был успешен». То есть, твой успех зависит от того, войдешь ли ты смело в то, что Я сказал тебе сделать. Итак, Он говорит Иисусу Навину, «Тебе нужно смело идти вперед, тебе нужно быть смелым лидером для народа». И затем, в девятом стихе, Бог продолжает говорить с Иисусом Навином и снова повторяет, «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись». Чем вы смелее, тем крепче вы закрываете дверь для страха. Если же вы ведете себя испуганно, если, когда Бог говорит вам что-то сделать, вы говорите об этом слабо, и вы боитесь людей, с которыми вам, возможно, придется разговаривать, мест, в которые придется пойти, того, что вам придется делать, если вы все делаете из позиции испуга, страх проникнет в вас. Смелость же не впускает страх. «Итак, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Вот почему мы смелы. Мы смелы не из-за агрессивного темперамента. Кстати, люди с агрессивным темпераментом должны проверять себя вдвойне, чтобы убедиться, что они недвижимы своим темпераментом, потому что темперамент не принесет вам успех пред лицом обстоятельств, при столкновении с бесами и противостоянием темпераментом не обойтись. Вам потребуется Слово Божье и смелость, которое приходит от утверждения этого Слова в вас. Агрессивный темперамент – это не смелость. Не путайте. Смелость – это духовная сила. Наша смелость проистекает от того, кто с нами, а не из наших собственных способностей. Бог сказал Иисусу Навину, «Ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». Вот почему Он мог быть смел, потому что Бог был с Ним. Вот почему вы можете быть смелы, потому что Бог с вами, и Он ведет вас. Но не будьте смелы без водительства. Вам необходимо водительство. Вам нужно знать, что Бог говорит вам, чтобы вы могли быть смелыми. Но Бог с вами. Он направляет вас. Он ведет вас. Так что вы можете быть смелыми и потому стоять пред людьми и противостоянием, говоря, «Нет, я не боюсь, и я не страшусь, и я не поверну назад. Я продолжу двигаться вперед». Смелость – топливо, позволяющее вам двигаться вперед пред лицом обстоятельств. Требуется смелость, чтобы повиноваться Божьему плану. Каждый из нас хочет исполнить Божий план. Я говорю это верой. Я надеюсь, что вы хотите лучшего, что есть у Бога для вашей жизни. Вы хотите Его план. Недостаточно знать план. Вам нужно быть смелыми согласно тому плану, который вы знаете. Вам необходима смелость, чтобы исполнить тот план, который Бог вам указал. Без смелости мы не войдем в план Божий. Откройте со мной, пожалуйста, «Деяния апостолов». Мы будем читать 4 главу. Чтобы вы понимали контекст, в 3 главе Петр и Иоанн шли в храм на молитву. Они подошли к дверям, называемым «красными», там лежал хромой, который был там каждый день. И этот хромой попросил у них какой-нибудь финансовой помощи. И они сказали, «Серебра и золота нет у меня. Это не значит, что они были нищими. Вы когда-нибудь были где-то без кошелька?» Тут то же самое, они шли на молитву. И они продолжили, «А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». И он встал и пошел. Хромой. Ходит и скачет и входит с ними в храм. У них было замечательное молитвенное собрание в тот день, потому что оно началось со свидетельства, так? Для этого потребовалась смелость со стороны Петра и Иоанна. Там сказано, что Петр просто взял хромого за руку. Нужна была смелость, чтобы сделать это, ожидая верой, что сила Божья выйдет навстречу этому действию. Имея водительство духа, вы действуете смело, потому что знаете, что сила выйдет навстречу вашим действиям. И поэтому вы можете быть смелыми, но смелость нужна. Но, скажу так, помазание выходит навстречу смелости. Чем вы смелее, тем сильнее будет течь помазание. Чем меньше у вас смелости, тем меньшая степень помазания будет течь. Почему? Потому что смелость не допускает страх. И я вам скажу, когда нет страха, помазание может прийти. И не все были рады, что этот хромой исцелился. Петра с Иоанном повлекли к религиозным лидерам, чтобы потребовать с них ответа за это событие. И я хочу, чтобы мы вместе прочитали Деяние 4 с 8 по 10 стих. Тогда Петр, заметьте, его привели к религиозным лидерам. Это недружелюбная аудитория. Тогда Петр, посмотрите на эту фразу, «Исполнившись Духа Святого, сказал...» Это важно. Вы можете быть смелыми, когда ваши слова наполнены тем, что говорит Дух. Когда вы наполнены, это поможет вам быть смелыми. Пустые люди смелыми не бывают. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав». Нужна была смелость, чтобы Петр встал и сказал, «Его исцелил тот, кого вы распяли». «Вау!» Они не ответят. «О, слава Господу! Аминь!» Потому что Он обвинил их в причинении зла тому, кто исцелил этого человека. Это смело, не правда ли? А теперь посмотрим на 13 стих. Деяние 4.13. Петр только что ткнул пальцем в лицо религиозным лидерам. Это была смелость, это не был его темперамент, и это не была его обида на кого-то. Он не держал ни на кого зуб и не тыкал от этого пальцем. Это была смелость, исходящая из исполнения Духом Святым. 13 стих. «Видя смелость Петра...» А, смелость видна. «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, то есть у них не было образованности и учености, которая была у всех этих начальников, книжников, фарисеев, законников, перед которыми они стояли, или у первосвященника, присутствующие понимали. Эти люди не обучены Писанию так, как мы. Они не получили такого образования. Но, приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, послушайте, что они были с Иисусом. А, то, что они были с Иисусом, сделало их язык искусным. То, что они были с Иисусом, вложило в них смелость, и они, указав на начальников, сказали, «Тот, кого вы убили, исцелил его». Для этого нужна была смелость. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Заметьте, Петр и Иоанн обладали знанием. Они знали, что имя Иисуса исцелит хромого. Но пока они не предприняли действия согласно этому знанию со смелостью, это знание ничего им не давало. Вы можете знать, что Иисус – Целитель. Вы можете даже в это верить. Но если вы не будете смело действовать согласно этому, вы никому не поможете. Почему христиане не служат людям за пределами церкви? Недостаток смелости. Не недостаток веры, а недостаток смелости. Поэтому нам нужно позаботиться не только о вере. Вера снаряжает нас всем необходимым, чтобы действовать по слову. Но нужна смелость, чтобы высвободить ту веру, что внутри вас. Рассмотрим определение слова «смелость». Это значит не колебаться и не бояться пред лицом реальной или возможной опасности или отказа. Послушайте. Не колебаться и не бояться пред лицом реальной или возможной опасности или отказа. И это храбрость и дерзновение. О, мне нравится слово «дерзновение». Выходящее за обычные границы традиционного мышления или действий. То есть, ваше естественное мышление и действия вас ограничивают. Смелость выведет вас за пределы этих ограничений. Таково определение смелости, то, что выходит за обычной границей традиционного мышления или действий. Толковый словарь слов Нового Завета Уильяма Вайна определяет смелость как отсутствие страха. Теперь понятно, почему важно быть смелыми. Это доказательство того, что в нас нет страха. Это подтверждение того, что вера может течь, потому что страх не сдерживает и не загрязняет ее. Нам нужна не просто вера, а вера, свободная от страха. И вера, свободная от страха, смела. Итак, религиозные лидеры угрожали Петру и Иоанну, говоря, «Не смейте больше проповедовать об этом имени». Они не ответили, «Так точно!» и не вышли. Они сказали, «Кому правильно повиноваться, вам или Богу? Сами рассудите». И тогда вышли. Другими словами, «Мы не собираемся вас слушаться». Нужна была смелость, чтобы продолжать отвечать, отвечать, отвечать. И именно так поступает вера. Она отвечает на все. Она просто постоянно отвечает тому, что неправильно, ситуациям, недостатку, симптомам. У вас может быть вера, но если у вас нет смелости, чтобы выпустить веру, вера не принесет вам пользы. Итак, смелость не перестает отвечать в лицо невзгодам. Петра и Иоанна отпустили, они вернулись к своим и начали молиться. Все вместе с Петром и Иоанном начали молиться. И вот как они молились. Прочитаем часть их молитвы в Деяниях 4, 29. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Я это обожаю. Они не пришли и не сказали, «О, Господи, сделай что-то для нас». Они сказали, «Дай нам больше смелости». Именно смелость привела их в эту ситуацию. И они говорят, «Дай нам еще больше смелости». Почему? Потому что смелость даст вам постоянно переступать через противостояние. смелость позволит вам делать то, что должно, когда все вокруг вас будет говорить вам прекратить это делать. Итак, они сказали, «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Что они попросили? «Дай нам речь, свободную от страха, которой нет никакого страха». Когда у вас нет страха, я вам скажу, вас будут сопровождать радикальные результаты. Мне нравится вопрос, который часто задают служители. Чем бы вы занялись, если бы у вас не было страха неудачи? Вот что такое смелость на самом деле. Это отказ бояться, что что-то не получится, что бизнес, который Бог сказал вам начать, не выйдет. Смелость значит, я отказываюсь иметь любой страх. Я отказываюсь, я прогоняю страх из своей жизни. И чем смелее вы действуете, тем больше вы прогоняете страх из своей жизни. Аминь. Итак, они сказали, «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». Заметьте, Слово нужно говорить со смелостью, никакого страха. «Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». То есть они говорят, «Дай нам еще больше того, что нам запретили делать». Нужна была смелость, уже чтобы отвечать начальникам, а теперь они еще просят большего, потому что они не сдают назад. Они не говорят Богу, «Не можем поверить, что Ты поставил нас в такую ситуацию. Не можем поверить, что есть противостояние, мы же повинуемся Тебе». Нет. Они даже не говорят, «Измени этих людей». Они не говорят, «Измени нас». Они говорят, «Просто дай нам больше смелости, больше топлива, чтобы двигаться дальше, делать, делать и делать». Далее, Деяние 4.31. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Помните, о Петре сказано, что будучи посреди религиозных лидеров, он исполнился Духом. Итак, «Поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Что произошло? Бог ответил на их молитву. Они помолились, и внезапно смелость пришла. Знаете, правильно молиться о смелости. Не молитесь о вере. Вера приходит от слышания Слова Божьего, но смелость может прийти через молитву. Бог даст вам смелость. В молодости доктору Лестеру Саммерлу довелось общаться со Смитом Вигглсвортом, английским проповедником, у которого были феноменальные результаты. Было задокументировано более 20 случаев воскрешения людей из мертвых в его служении. И одной из отличительных черт его жизни веры была смелость. Молодой доктор Саммерл приходил в гости к Смиту Вигглсворту домой. И тот каждый раз возлагал на него руки и благословлял его. И доктор Саммерл рассказывал, «У меня не было смелости, пока Смит Вигглсворд не возложил на меня руки. Те из нас, кому довелось общаться с доктором Саммерлом под конец его жизни, подтвердят, он один из самых смелых людей, которого я видела за всю свою жизнь. И я не говорю о смелом темпераменте, я говорю о смелости как о характерной черте Божьего потока. У этого человека просто не было и следа страха. Никакого страха в глазах, на лице, в голосе. Он был абсолютно смелым, но он рассказывал, этого не было, пока Смит Вигглсворд не возложил на меня руки. То есть мы видим, что смелость может прийти просто через общение с правильными людьми. Разве и страх не приходит через общение с боящимися людьми? Да. В обществе людей, говорящих о своем страхе, какая-то доля этого страха проникнет в вас, находясь же в окружении смелых людей, вы подхватите смелость. Общайтесь с людьми уверенными, четко знающими, что Бог им сказал, пропитывайтесь их смелостью. Вы увидите, как они берут и получают результаты, и это поможет вам войти в тот же поток. Обратите внимание, в Деяниях 4.31 сказано, «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением». Чтобы быть смелыми, исполняйтесь. Может некому возложить на вас руки, некому помолиться с вами о смелости. Если вы наполнитесь, это поможет вам быть в потоке смелости, потому что при наполнении весь страх вымывается, весь страх изгоняется. Когда вы полны Бога, страху нет места. Поэтому, когда вы наполнены, остается лишь уверенность, а смелость это просто следствие божественной уверенности. Опять-таки, я не говорю о темпераменте, я говорю о духовном свойстве, которое пристекает из того, кто вы во Христе и Слово, которое в вас. Аллилуйя! Итак, Слово нужно говорить смело, чтобы получить результат. И мы видим смелость в получении чуда для хромого у красных дверей. У меня вопрос. Может, в теле Христа не так много чудес, потому что нам не хватает смелости. У нас нет недостатка в силе. У нас есть Дух Святой. У нас есть доступ ко всей вере. У нас есть Слово, источник всей веры. Я думаю, часто дело не в нехватке силы, не в нехватке веры, а в нехватке смелости, чтобы действовать. Помню, меня очень сильно благословило то, что рассказал один служитель. Он шел проповедовать и верил и молился Богу о чудесах, и я обожаю то, что Бог ответил ему. Он сказал, «Бог, я молюсь, чтобы были чудеса», а Бог сказал, «Сделай шаг, и я встречу тебя в чудесах». Другими словами, мы молимся, чтобы Бог нам что-то дал, а Бог ждет, чтобы мы смело сделали шаг вперед, чтобы Его сила могла выйти нам навстречу. Слава Господу! Теперь я хочу, чтобы вы открыли со мной евреям четвертую главу. Евреям четвертую главу. И мы тут кое-что рассмотрим. Мне нравится то, что Павел пишет нам в этом месте Писания в послании евреям. Он говорит в Евреям 4,16, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Обратите внимание, Он не просто сказал «да приступаем к престолу, чтобы получить милость». Он сказал «да приступаем с дерзновением к престолу». Важно, как мы приходим. Когда мы приходим смело, это свидетельствует о том, что мы освободились от сознания грехов. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, кто мы во Христе. Потому что, когда вы молитесь с необновленным умом, я вам гарантирую, что дьявол выбьет вас из молитвы, говоря, «Ты что, не помнишь эту ошибку? Этот грех? Ты не такой, как надо. Ты подвел Бога в этом. Он будет тыкать вас в ошибки, неудачи, слабости и грехи, чтобы помешать вам стать эффективными в молитвенной жизни». Дьявол использует это против каждого. Поэтому, когда кто-то смело приходит к престолу, знаете, что это значит? Он перешагнул эти обвинения. Он обновил свой ум против обвинений дьявола. И он осознал, «Я омыт кровью, я не прихожу сюда на основании своей надежности. Я прихожу сюда на основании крови». И когда кто-то приходит смело, это признак того, что он знает, кто он во Христе. Это признак того, что он наступил на горло сознанию греха, что он не сдаст назад под осуждением, виной и стыдом. Потому что эффективная молитва требует смелости. Если мы не смелы, нашим молитвам будет недоставать эффективности. Нам нужно быть смелыми, чтобы быть эффективными в молитве. А дьявол будет вас обвинять. Он будет стараться вас удержать, указывая на ваши недостатки, чтобы помешать вам быть смелыми в присутствии Божьем. И когда вы смелы в присутствии Божьем, вы показываете Богу, «Я переступил через противостояние, чтобы попасть сюда с дерзновением. Я перешагнул через свои неудачи, свои слабости, свои недостатки». Где еще нужна смелость? Когда вы молитесь за кого-то. Например, Дух Божий повел вас помолиться за кого-то. Или вы просто знаете, что человек через что-то проходит и решаете за него помолиться. Часто, когда вы за кого-то молитесь, Бог использует молящегося, чтобы оказать помощь. Он пошлет вас поговорить с этим человеком, ободрить его, позвонить ему. Может, у человека, за которого вы молитесь, финансовые трудности. Вы молитесь за него, и Бог может проговорить вам дать ему деньги. Бог использует того, кто молится. Почему? Потому что тот, кто молится, любит достаточно, чтобы быть использованным. Вы не молитесь за того, кого не любите. Поэтому нам сказано молиться за наших врагов. Это поддерживает в нас любовь к ним. Итак, когда вы за кого-то молитесь с искренним сердцем, вами движет любовь. Вас мотивирует любовь. И когда Бог видит любовь, Он видит человека, которого Он может использовать. Бог никогда не пошлет вас служить кому-то, кого вы не любите. И когда Бог видит, что вы за кого-то молитесь, Он знает, что вы любите. Даже если вы любите, скажем так, верой. Понимаете? Вы отложили собственные чувства, и выбрали простить верой, и молитесь за этого человека. Тогда Бог скажет, «Я хочу, чтобы ты поговорил с ним. Я хочу, чтобы ты благословил его». Нужна смелость, чтобы сделать то, что Бог говорит. Бывало, кто-то был у меня на сердце, и я начинала за него молиться, и во время молитвы Бог говорил, «Пойди, предупреди его». А, я сама этого не хотела. Я просто молилась, чтобы Бог благословил его, чтобы Бог помог ему пройти те трудности, с которыми он столкнулся. А Бог сказал, «Пойди, предупреди его, поговори с ним о том и об этом». Ах, нам по природе не хочется ввязываться, поэтому нужна смелость, чтобы переступить через свою плоть. Иначе плоть не даст вам двигаться вперед в плане Божьем, не даст вам двигаться в силе чудес, в силе исцеления. Двигаясь в дарах Духа, особенно если вы служитель, вы делаете это верой. Но нужна смелость, чтобы вызвать кого-то вперед. Нужна смелость, чтобы возложить руки на людей. Нужна смелость, чтобы спросить, «Что с вами произошло?» После того, как я возложил на вас руки. Нужна смелость, чтобы двигаться с Духом Святым и действовать в дарах Духа. Нужна смелость. Откуда же приходит наша смелость? Ефесянам 3.12. Я хочу, чтобы вы это увидели. Ефесянам 3.12. Аллилуйя. Здесь сказано, «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Откуда приходит наша смелость? Она приходит от Него, благодаря тому, кто мы в Нем. Как я уже говорила, смелость не проистекает из темперамента. Часто пытаясь быть смелыми на основании темперамента, люди становятся грубыми. Они оскорбляют других, ведут себя резко, они оставляют любовь. Смелость не происходит от агрессивности человека. Смелость – это духовная сила. Когда тихая и милая бабушка входит в Дух, исполняется Духа Святого, в ее молитвенную жизнь сходит смелость, которая просто потрясает все вокруг. Что это? Это божественная смелость, чтобы взять то, что Бог назвал нашим. У нас впереди чудеса и исцеление, наш лучший год до ныне. Но нужна смелость, чтобы двигаться согласно тому плану, который у Бога есть для нас. Я призываю вас двигаться вперед с дерзновением. Смелость принадлежит вам в Нем. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.